всем привет продолжаем кола бот играть и разбирать и так в прошлый раз мы закончили на основу вот эти три сделали сейчас обменные посты так чем мы тут соберите важную информацию поста хорошо дальше соберите еще больше важной информации и третье на сегодня будет упражнение научите своего бота находить выход из лабиринта и интересно окей ладно приступаем к четвертому упражнению в разделе и чё нам тут надо сделать опачки и чё это такое это мина так я прошлый раз узнал что можно управлять этим космонавтом если она мину найду вот блин наступлю наступлю баха я и померла на ну проверили чё чё делать чё все миссия провалена да я случайно не увидел мину и наступил хорошо наступать нельзя это понятно и так несколько постов обмена информации состоят посреди минного поля когда бот подходит к посту обмены на достаточно близкое расстояние он может прочитать информацию которая там содержится каждому пункту обмена присущ угол поворота на который нужно повернуться чтобы перейти к следующему посту обмена не наступил на мин посты обмена расположены на расстоянии 20 метров друг от друга и так повторять пять раз перейти на 20 метров вперед прочитать информацию месте следующего поста обмена информации им произвести необходимый поворот чтобы повторять ну понятное дело цикл я его скопирую где наш бот батареи заряжены а по плану да вот прямо подъехать ладно так давайте напишем и контроль в отчет контроль в не сработал хорошо контроль в опять не работает и вставить не работает чё тут нельзя уже копировать ладно чтобы используем цикл дальше перемещая вперед с помощью инструкции move хорошо for int и равно 0 пока и меньше 5 и равно равно и плюс 1 дальше move 20 дальше дальше используйте инст а вот мы новые новую новую инструкцию новую функцию узнаем россию россию это направление на чтобы прочитать информацию которая содержится в посте обмена это возможно сделать только тогда когда бот подойдет к нему на достаточно близкое расстояние во затем необходимо угол по и включить его чё три точки писать или чё имя пола вид информации которая нужно поставить это имя строка и и а тут не переведено ха 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 чё там максим между блин ну давайте интересно флот гир гир равно россию и чё тут у них имена какие-то есть пост обмена информации а направление нам надо узнать направление копии а ну-ка который с репосте это здание дает цифровую информацию до 10 единиц что полы вы должны подойти меньше 12 должны дать команду россию а где тоже должны быть вот эти имена какие мне надо ну ладно написано направление ну и как мне на русском написать а на русском не пишется интересно используйте инструкцию ресив направление а как она на ненашинском наверно direction а давайте посмотрим окей да блин ну я понимаю до . запятой хорошо example посмотрим direction все правильно я угадал да тут перевод но видите перевод не совсем уж не надо было переводить direction ну точнее направление direction и дальше чё нам надо нам надо развернуться и на вот это вот направление и так и так и так окей запускаем про о вас видите как круто да там угол сейчас сюда поедет не туда поехал ну нормально давай давай езжай все к финишу блин а было попробовать этот сжечь мину пострелять не и так давайте сохраним а то я не я не сохранил тот скрипт так где наша инфо это у нас лесом 34 ну в следующем попробуем пострелять помине так выход начинаем пятое задание соберите еще больше важной информации куда же еще больше может что то там еще есть так чтобы получил нас тут давайте осмотримся так вода без рыбы походу о это чё финиш как куда а вот я понял по ходу надо ехать 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 смотрите сколько у нас постов обмена информации тут ну давайте откроем нашу предыдущую лесом 34 и и нажмем f1 чего нам тут надо сделать так нам надо содержать направление и расстояние к нему а то есть мы не только направление узнаем у поста обмена информация но еще и расстояние понятно значит повторять всегда получить направление на поста обмена есть получить расстояние хорошо если вы не можете получить никакой информации остановите программу произведите поворот и следуйте прямо к следующему посту чтобы повторять всегда используйте цикл вайл ну да сколько всего постов нам неизвестно поэтому хилим true так так но эй 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 но нам же надо к первую а вот первый пост есть значит нам надо получить так это я вырежу вот блин длина лены л короче пусть будет это будет д так чё нам надо нам надо узнать направление так direction вот мы сейчас блин неудобно контроль и так узнаем направление дальше он говорит узнаем направление и узнаем лэн лэн гхтх и наверное проверим лэн гтх и наверное вот так вот давайте быстро чё что не так ой блин а чё это я нажал короче и в результате на это какую-то отладочную информацию я нажал это надо в горячих клавишах посмотреть но это мы посмотрим так я хотел посмотреть лэн гтх лэн гтх и все правильно вот как правильно лэн гтх да дальше что нам надо сделать получить направление получить расстояние и и и в этот раз вам необходимы две перемены это понятно тра-та-та-та-та-та-та-та переменная может принимать определенное значение а называемая нам это означает что переменная не содержит чисел not и нам когда поблизости нет обменных пунктов потому что бот достиг цели или потому что он пришел пошел неправильном отправлении две переменные гири лэн содержит это значение вы можете проверить это с помощью инструкции и в и остановить программу если прошу произведите поворот и хорошо так давайте если л а как там не равно а просто наверно нет если если д равно нам то брейк так какой них тут синтаксис правильно без скобочек иначе поворачиваем а уже есть ну да ладно точно также проверим давайте сразу это сделаем вот здесь проверили д если все нормально повернули после чего нам надо проверить длину если все нормально если л равно нэн то брейк иначе move так вроде да ёлки вроде все нормально нажимаем ok открывающая скобка какая открывающая где он не увидел отсутствие где так покажи ну и где тут что неправильно может это сюда надо вайл есть этот есть открываешь какая открываешь так ладно а в эфе надо я понял это я по аналогии со свифтом у свифта язык программирования такой там в эфах этих скобка скобок нету и так запускаем 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 интересно этот утонуть может ну можно проверить будет на последней миссии ну я думаю все верно все нормально проедет стоп получил информацию поехал дальше а ехать долго а где а где а блин а где наш этот эй 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 друг блин а как мне выбрать его а вот стой давайте догоним пока он едет блин прыгать нельзя можно было бы запрыгнуть на этого бота чтобы он подвез ладно сейчас мы его догоним цветочки даже есть значит тут есть какой-то воздух и цветочки зеленые блин так ну 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 пока вроде ничего сложного такого нету в этих заданиях по чуть-чуть по чуть-чуть знакомимся интересно наверно будет когда у нас появятся классы функции и все такое кстати где то я прочитал что максимальное количество символов по моему на программу вроде бы 20000 типа было 10000 потом в каком-то патче увеличили до 20000 то есть это не строчек а непосредственно символом вот вот такое ограничение поэтому что-то тут супер умное написать наверное не получится ну 20000 даже сложно на оценить сколько это инструкции так все наш бот доезжает до финиша отлично миссия выполнена дык кто бы сомневался окей и переходим лабиринт 2 а здесь научите свою ту же работу в автономном режиме эй подождите а да мне шестую надо сделать научите свою бота находить выход из лабиринта так блин нельзя прыгать ладно нажимаем f1 блин а я предыдущую программу не сохранил как всегда я забываю так барьер функция инструкция радар будет искать любую преграду расположенную перед радаром на расстоянии меньше 5 метров давайте поближе рассмотрим 5 использующихся параметров барьер категория объекта который должен искать радар то есть это преграда ну хоть здесь не перевели молодцы могли бы и написать преграда так 0 направление радара 45 открывающийся угол в градусах то есть 22 с половиной влево 22 с половиной вправо так минимальное расстояние обнаружения максимально но с радаром мы более менее уже знакомы сначала задайте 3 переменных типа объект ну хорошо хорошо где наш бот вот он давайте зададим 3 переменных да ёлки палки вставлять не хочет ну ладно напишем object front left и right object object front left right хотя в принципе можно посокращать свою программу если переменные вот посоздавать f l и r так так давайте так и сделаем уже по-любому можно на одну инструкцию больше выполнить но это я к тому ограничению типа по моему 20000 символов на программу так задали и искать преграды во всех трех направлениях и выводить результат если радар ничего не найдет примерно будет содержать нул ну хорошо блин никак не хочет вставлять а это все писать что-то мне лень ладно давайте f равно радар барьер дальше у нас там было вроде 0 45 0 5 да ай-яй-яй так 0 45 0 5 да потом на слева это 90 45 а справа минус 90 45 хорошо так это понятно теперь слева и справа надо лево слева у нас минус 90 да вроде а не 90 45 а справа минус 90 минус 90 45 так же 90 45 минус 90 45 дальше проверка наличия свободного пространства с помощью if если фронт равно нул то move 5 и return инструкция инструкция их не должна заканчивать понятно что не должно так проверка с помощью и здесь проверка будет истинно выполнится инструкция заключена в скобках и на и return значит значит это же цикле надо сделать правильно только одним участом а не смотрите это в цикле по ходу в следующем упражнении уверен ф равно то move 5 и ретурно понятно получается в следующей программе там написано автономно. Значит, там надо будет это все делать в цикле. Здесь мы просто сейчас будем каждый раз выполнять L, R. А поворачивать разве не надо? L и R. По идее еще повернуть надо. Тут только мув. А, ну да, тут же фронт. Если впереди пусто, то ехать можно. Если же впереди, точнее слева пусто, то нам надо повернуть. Все правильно. Так, тут ну, логично. Да, вот это я об этом подумал, но а тут минус 90. Хорошо. Итак, давайте запустим. Проехал. Еще раз запускаем. Еще раз. Блин, а что если это за циклей? Давайте подумаем, если это за циклей, если просто while здесь. Давайте вот так вот. While True А там есть финиш? А, есть финиш. В, вот, только вместо return, break. Не, не break, continue. Тут же есть, надеюсь, continue. Ну, да. Продолжите по новой итерации цикла. Continue. Так, object и object. F, L, окей. Давайте заново. И, и, и запустим. Отпустим. Красавчик. Пока все идет по плану. Ну, и нормально. Ну, давайте сейчас попробуем глянуть эту следующую миссию. Возможно, там... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте сохраним же. Это у нас lesson 3 6. Вот. Окей. Миссия выполнена. Кстати, программа еще работает, но... Но он, по идее, по идее, можно было еще назад развернуться. Наверное, это будет... Давайте вот здесь и вторую уже попробуем глянуть. Ну, в общем, эту миссию мы сделали с опережением. Так, F1. Что нам тут надо сделать? Но это не важно. Это предыдущий, в этот раз сам найти путь. Вы должны будете... Ну, да, все то же самое. Континью. Ну, е-мое, ребята. Проходим экстерном, как говорится. Давайте откроем нашу программу. Предыдущую. Где она? 3.6. Открыть. И запустим. И поехал. И все то же самое. Ну, на этот раз прошли 4 миссии. Нормально. В следующем видео останется 2 видео. Вот. Ну, надо что-нибудь придумать. Там 2 задания останется на последнем задании. Ну, не знаю, не обещаю, но сейчас посмотрим. Так, миссию прошли. Окей. Миссия выполнена. Где салюты? Че так долго? Вот салюты. Спасибо. Спасибо. Где теперь курсор мышки? Ага, вот он. Спасибо. Так, золотоискатель и дистанционное управление. Следовать местность. А тут бота, который мог бы транспортировать урановую руду, используя просто... Ого. Сколько всего. Ну, да ладно. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, комментируем, делимся. Ну, и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok